Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Так, глава государства поручил до 15 июля внести поправки, предусматривающие субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным кредитам семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование таких кредитов. К осени Кабмин должен предоставить предложение по усилению координации деятельности федеральных и региональных властей в сфере обращения с отходами и к октябрю о совершенствовании механизма субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок в части, касающейся расширения маршрутов и категорий граждан. В федеральной антимонопольной службе президент указал организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста. Еще одно поручение Владимира Путина касается зарплат бюджетников. Правительству совместно с Кремлевской администрацией и региональными органами власти поручено проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий бюджетников и представить предложение по росту зарплаты. На Ринмарду Римстрою из бюджета Ненинского округа будет выделено 80 миллионов рублей для обеспечения платежеспособности. Еще 9 миллионов будет направлено предприятию на приобретение специальной техники. Об этом в ходе заседания администрации Ненинского округа доложила руководитель Департамента финансов и экономики Ненинского округа Татьяна Лагвиненко, представляя изменения в региональный бюджет текущего года. Как пояснила вице-губернатор, в целом необходимость изменения в бюджет вызвана поступлением трансфертов из федерального бюджета и фактическим поступлением неучтенных доходов от возмещения ущерба. Доходная часть бюджета Ненинского округа на текущий год увеличивается на 81 миллион рублей, расходная на 188 миллионов. Следовательно, дефицит региональной казны вырастет на 108 миллионов и составит почти 2 миллиарда рублей. Левяную долю средств получит Департамент ЖКХ и строительство. 80 миллионов субсидий ГОП НАУ на Ридмардоремстрой для финансового обеспечения затрат, связанных в сфере дорожной деятельности в целях восстановления платежеспособности. 9 миллионов 376,7 тысяч рублей. Также субсидий ГОП НАУ на Ридмардоремстрой на приобретение специальной техники. Кроме этого, будут выделены деньги на содержание автомобильных дорог, переустройство выгребных ям на систему водоотведения, корректировку ПСД и строительство зданий молодежного центра, госэкспертизу проекта дома-интерната для престарелых в селе Тельвиска и другие цели. 30 миллионов получит Департамент образования. В том числе 2 миллиона 301,8 – это на единовременные премиальные выплаты за стаж работы, с шести учреждениям – это пять окладов, 10 миллионов 220 тысяч на возмещение коммунальных затрат по коммунальным услугам, 1 миллион 225,9 тысяч рублей доплаты до размера денежного содержания на период нахождения в отпуске по беременности и родам, 536,8 тысяч рублей вознаграждения за выполнение педагогическим работникам, за выполнение классного руководства. Также Департамент образования получит деньги на создание стены памяти, на разработку проектно-смехтной документации по сносу и демонтажу пристройки профессионального училища и прочие мероприятия. На 14 миллионов увеличится ассигнование Департаменту здравоохранения. 6 миллионов 65 тысяч – социальная помощь неработающим гражданам на суперпортизирование, 3 миллиона 183 – на приобретение основных средств, 1 миллион 121,8 тысяч – диновременные пять окладов, 1 миллион 120 тысяч – субсидии бюджетным учреждениям на льготный проезд в отпуск, 1 миллион 12 тысяч – материальная помощь участникам боевых действий, 494,5 тысяч – рублей на проведение ремонта, обращение отдельных категорий граждан. Также средства будут выделены Управлению имущественных и земельных отношений на создание Центра кадастровой оценки и Департаменту природных ресурсов. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». С 1 августа в Ненецком округе начинает работу кочевой детский сад. Его воспитанниками в этом году станут порядка 20 детей. Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родном языке. Работа кочевого детского сада будет организована в двух оленеводческих бригадах «Ненецкая община Канин» и одной оленеводческой бригаде «Восход». В первых двух будут работать выпускники социально-гуманитарного колледжа. В бригаду номер 4 СПК «Восход» отправится практикующий педагог, учреждение для детей-сирот «Наш дом» и мастер народных художественных промыслов этнокультурного центра для работы со школьниками. На следующий год мы будем детский сад реализовывать кочевой не только в трех бригадах запада нашего региона, но и на востоке, где действительно сегодня тоже востребованы и рассвет севера, и даже импто, которые, в принципе, долгое время отказывались от того, чтобы так приезжали к нам и обучались, но все-таки время требует, что необходимо переходить к тем условиям, которые требуют современности. Эту идею поддержал глава региона Александр Цибульский. Конечно, ее надо расширять, надо поговорить с нашими партнерами, компаниями-медропользователями, для того, чтобы в следующем году действительно большее количество бригад мы смогли охватить этим действительно хорошим проектом. Ненецким региональным центром развития образования проведен обучающий семинар организации и содержание работы кочевого детского сада для воспитателей разновозрастной группы, кратковременного пребывания детей и подготовлена специальная обучающая программа. О подготовке образовательных организаций округа к новому учебному году сегодня шла речь на заседании комиссии по социальной политике собрания депутатов Ненецкого округа. Руководитель департамента образования, культуры и спорта Илья Иванкин рассказал о предстоящем ремонте учреждений и строительстве новых объектов. В Ненецком округе количество детей, посещающих детские сады и школы, с каждым годом растет во многом благодаря открытию новых учреждений образования. К примеру, в прошлом году дошкольным образованием было охвачено 3344 воспитанника, а в текущем году на 236 малышей больше. Строительство объектов будет продолжено и в ближайшие годы. В частности, на средства окружного бюджета планируется построить детский сад в селе Несь, школу в поселке Искатели, школу-сад в Нальминосе, школу в Индиге и ясли-сад в Наринмаре. В существующих зданиях образовательных организаций проведут необходимый ремонт. Очень радует, что в детском саду в поселке Красное в летний период этого года будет выполнен капитальный ремонт здания. Завершение работ мы планируем на конец сентября 2018 года, для того, чтобы начать образовательный процесс 1 октября. В процессе проведения капитального ремонта будут обновлены практически все конструктивные элементы, заменены инженерные сети. В детском саду Умка запланирован капитальный ремонт внутренней системы отопления. В Семицветике проведут капремонт кровли. Во второй школе подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт внутренней системы теплоснабжения. Ремонтные работы по частичной замене покрытия кровли и утепление чердачного перекрытия выполнят в здании детского сада «Гнездышко». Школам в селе Несси, искателей Индига, Каратайка, Коткино, Красной, Анне, Коксина, в коллекционной школе были выданы предписания и план задания Роспотребнадзора. И в рамках выделенных средств данные предписания в части ремонтных работ будут устранены. Во всех оставшихся образовательных организациях будет выполнен косметический ремонт. Хочу отметить, что в 2018 году у нас запланировано финансирование в размере 17 миллионов рублей на формирование доступной среды в школе имени ПРРК, в школе номер один, в школе номер два и в Ненецком аграрно-экономическом технике. Зашла речь и о педагогических работниках. Как отметил Илья Иванкин, прошлым летом в САФУ была направлена информация о вакансиях учителей. В результате семь выпускников получили работу в школах и детских садах города, пятеро на селе. Вице-спикер окружного собрания депутатов Татьяна Бадян предложила сотрудничать в этом вопросе не только с САФУ, но и другими вузами, в том числе с университетом имени Герцена. Свыше ста детей из Ненецкого округа в эти дни проводят свои летние каникулы по Донапе и в Черноморском курорте Суко. Здесь в одном из лучших российских центров детского отдыха смена. За счет окружного бюджета ребята в течение трех недель будут набираться сил перед новым учебным годом. Вторая группа детей отправится на Черное море 14 июля. Планируется, что по льготным путевкам эти летние каникулы в теплых краях проведут более 500 жителей округа. Бесплатные путевки предоставляются детям в возрасте от 7 до 15 лет из окружных семей, в которых доход на одного члена ниже одного прожиточного минимума. В их числе и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята, состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Всего на льготные путевки и средства окружного бюджета выделено порядка 6,5 миллионов рублей. По информации отделения соцзащиты населения, качество отдыха окружных жителей находится на постоянном контроле. Также для семей с невысоким доходом предусмотрены бесплатные путевки мать и дитя. Государственный контракт на услугу по санаторно-курортному лечению заключен санаторием «Делуч» города Анапа на сумму порядка 2 миллионов рублей. Всего в рамках контракта пройти 21-дневный курс оздоровления в этом учреждении смогут 180 детей в возрасте от 4 до 9 лет и 167 сопровождающих. Число дорожно-транспортных происшествий в Ненецком округе сократилось в два раза. По итогам пяти месяцев текущего года зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими. За аналогичный период прошлого года таких происшествий было 21. С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано два ДТП. Двое получили ранения. Статистику дорожно-транспортных происшествий представила окружная госавтоинспекция в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения Ненецкого округа. Из 10 дорожно-транспортных происшествий 6 произошли на дороге муниципального и межмуниципального значения. Одно ДТП вне автомобильных дорог за пределами населенных пунктов округа. Три – на автозимниках. Единственная авария с летальным исходом произошла на зимней автодороге. Среди всех видов дорожно-транспортных происшествий наиболее распространенными стали опрокидывание и столкновение транспортных средств наезд на пешехода. 90% происшествий на дорогах совершаются по причине нарушений правил дорожного движения водителями. По вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся от освидетельствования, совершено два ДТП. В ходе повседневного контроля сотрудниками дорожного патронного службы выявлено более 2915 административных нарушений. При этом пресечено управление транспортным средством водителям в состоянии опьянения. 88 фактов. В судебном порядке у нас лишено права управления 52 водителя, вынесен штраф в отношении 89 граждан. При этом надо иметь в виду, что из 89 граждан, 19 граждан, были привлечены в виде обязательных работ. И 24 водителя подвянуты административным арестом. Комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД в отношении собственников транспортных средств вынесено более 2000 постановлений по делам об административных правонарушениях. Сотрудники Наридмар-Дориемстроя вышли на борьбу с одуванчиками. После косилки газоны превратились в пустые неприглядные островки земли. В нашем городе, где так мало растительности, но так много песка, горожане готовы отстаивать каждый сантиметр зелени. В редакцию нашего телеканала обратилась одна из жительниц города, возмущенная действиями дорожников. Очень жалко. У нас смотрится красиво. Очень жалко, конечно. Это эстетический вид города. Наконец-то Наридмар превратился в летний город. Он радует с желтыми цветами. Зачем же это скашивать? Ну почему нельзя подождать пару недель, пока это все отсветет? Потом бы пусть косили уже. Одуванчики у нас распускаются первыми. У нас нет мати-мачехи, у нас только одуванчики. И когда высадят культурные цветы, еще пройдет какое-то время. А эти уже нас радуют. Наконец-то у нас наступило лето в Наридмаре. Тем более высаживают не везде. Конечно, высаживают далеко не везде. Высаживают исключительно где-то в районе администрации, памятников. А весь-то остальной город, что он хотя бы вот так красиво. В нашей съемочной группе мужчина признался, он всего лишь выполняет свою работу. Я понимаю, что человеку дали задание, да, вот он как бы выполняет свою работу. Но те, кто его посылали, то как-то думают об эстетическом виде города? Куда смотрит администрация, которая заботится об эстетическом виде города? У нас не засеяно культурный цировой. Пусть хотя бы дикоросы растут. С этой проблемой мы обратились на Наридмар-Доримстрой. В приемные предприятия нам сообщили, что наш вопрос, касающийся сохранения дикорастущих цветов, обсудится кружным профильным департаментом. В Международный день борьбы с наркоманией в спортзале детско-юношеского центра «Лидер» прошел мини-турнир по волейболу среди ребят летних тематических площадок города Наридмара. Организатором детского спортивного праздника выступил отдел по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Ненецкому округу. Волейбол командный вид спорта и результат участия в соревнованиях – есть итог коллективных усилий всех членов команды. Основной целью спортивного праздника стала пропаганда здорового образа жизни, а также воспитание у детей антинаркотического мировоззрения. Самое главное направление – это, конечно же, занятие человека, заинтересовать, особенно это несовершеннолетнего, ребенка, чтобы он правильно выбрал тот путь, который ему нужно, чем заниматься, попасть в тот социум, который важен для него. Конечно же, это спорт, это командная игра, которая сегодня прошла в волейбол, где ребята совместно своими усилиями выиграли, победили, забили голы, которые будут потом в последующем вспоминать свои жизни и потом в последующем своим же детям в поколении будут передавать такие же навыки. В честной открытой борьбе победу в турнире одержала команда «Удар». Второе место у ребят из команды «Зенит». Бронзовыми призерами стали юные волейболисты лидера. От ярких баталий на спортивной площадке ребята получили хорошее настроение. И по мнению капитана команды-победительницы, в волейболе – сила. Мне 11 лет, я уже пятый год сейчас буду заниматься. Я очень люблю этот спорт, потому что это такие эмоции. Просто я очень люблю игры с мячом. За это я его люблю. А в семье мама поддерживает тебя? Да, она тоже играла в волейбол. Мини-турнир завершился церемонией награждения. Юным волейболистам команды победителя соревнований вручены дипломы. Остальным участникам – почетной грамотой управления МВД по Ненецкому автономному округу и сладкие подарки. Нелегкий труд спортивных наставников также был оценен. Хотел бы поблагодарить всех участников. Мы очень доблестно сражались. Есть победители. Нет у нас проигравших. Самое главное – все здоровы, без травм. Сначала хотелось бы поблагодарить, наверное, тренеров, ваших тренеров и учителей спорта. Это Чупрова Юрия Ивановича. Попаем. И также второго тренера – это Алексея. Летний турнир среди команд летних площадок окружной столицы станет теперь традиционным. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды.